Школьники и студенты, пенсионеры и ветераны закружились в танцы, как советские люди в мае 45-го года, когда они отмечали победу в Великой Отечественной войне. Вальс, фокстрот, подыграс. Репертуар Бала Победы полностью соответствует той эпохе. Мы проводим акцию, которая называется Бал Победы. Это наше приношение, наша благодарность поколению победителей, тем людям, которые 78 лет назад принесли нашу страну и всему миру победу. Бал Победы во Дворце ветеранов проводят с 2011 года. Инициаторами стали ученики 34-й школы, где есть клуб исторического танца. Это непосредственно общение школьников, ветеранов, родителей, создает ощущение о том, что этот праздник становится таким, каким он и должен быть. Помимо общественно-государственного значимого праздника, это прежде всего праздник семьи. Перед торжественной акцией участники праздника возложили цветы к вечному огню в Парке Победы. День Победы для ветеранов, наверное, это самый светлый день вообще в жизни любого из нас. Почему? Потому что так или иначе наша жизнь была связана с той Победой. Да, она была тяжелой, да, она была кровопролитной, да, она досталась дорогой ценой. Но мы через отцов, дедов наших знаем хорошо эту историю. Праздник не ограничивался пределами танцплощадки. Перед дворцом работало несколько зон, где гости могли увидеть санчасть, оружие и геодезические приборы 40-х годов прошлого века. А также написать письмо солдатам, которые прибыли в Самару на лечение. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Продолжение следует...